Всем привет! Наша тема сегодня – грейпфрут. Грейпфрут, как и многие цитрусовые, можно назвать любимым фруктом всех, кто следит за своим здоровьем и физической формой. В этом видео я расскажу вам о полезных свойствах и вреде грейпфрута. Вкус этого ароматного экзотического фрукта не спутаешь ни с каким другим. Грейпфрут – это необычный фрукт, один из самых загадочных из рода цитрусовых. Сочный, мясистый, с приятным ароматом и весьма пикантным горьковатым вкусом. Грейпфрут является плодом вечно зеленого дерева высотой до 15 метров, растущего в субтропическом поясе. Впервые этот фрукт появился на острове Барбадос в результате природного скрещивания апельсина и помела. Созревание фрукта длится достаточно долго – от 9 до 12 месяцев. Также продолжителен и период его потребления. В некоторых странах с тропическим климатом он может быть круглогодичным, но чаще, когда сезон его созревания приходится на начало и середину осени, плоды можно снимать до середины весны. Грейпфрут относится к тропическим фруктам семейства рутовые. Грейпфруты на дереве растут гроздями, напоминающими виноград, отсюда и название виноградный фрукт. Существует около 20 сортов этого растения, отличающихся цветом мякоти, вкусом и наличием в них семян. Различают красные, белые, розовые и желтые виды грейпфрута. По словам специалистов, чем больше розового оттенка в кожуре и мякоти грейпфрута, тем слаще фрукт. Главная ценность этого фрукта – уникальный витаминный состав. Специалисты до сих пор спорят о пользе грейпфрута для организма. Одни считают его чрезвычайно полезным, другие, напротив, полагают, что вреда от него больше, чем пользы. А все потому, что фрукт этот очень специфичный и действительно в некоторых случаях может быть опасен для здоровья. Тем не менее, его многочисленные полезные свойства давно доказаны. Грейпфрут по своему витаминно-минеральному составу является одним из самых полезных цитрусовых. Плод содержит клетчатку, эфирные масла и фитонциды, бета-каротин, витамин С, макро- и микроэлементы представляют калий, кальций, магний, железо, фосфор и натрий. Имеются пектины. Кроме того, горькая пленка фрукта обладает свойствами антиоксидантов. Одна из важнейших особенностей гриппфрута – долгое хранение. Этот цитрус дольше любого другого может лежать в холодильнике, не теряя при этом своих полезных свойств. Также гриппфрут не меняет вкусовых качеств при различной кулинарной обработке, что дает нам безграничные возможности использования фрукта. Крупные и сочные, гриппфруты отличаются не только особым вкусом, за который их любят взрослые и дети, но также целым набором полезных свойств. Плоды гриппфрута едят сырыми, используют в качестве ингредиента для фруктовых и пряных салатов. Гриппфрут неплохо сочетается с морепродуктами, рыбой, птицей, молодым сыром. Из него варят варенье и давят соки. Эфирные масла гриппфрута используют в кондитерском и ликеро-водочном производстве. Калорийность его составляет от 29 до 42 килокалорий на 100 граммов продукта в зависимости от сорта. Всего один гриппфрут обеспечит суточную потребность организму в витамине С. Средний вес одного плода примерно 400 грамм. И больше всего в плоде содержится углеводов, приблизительно 6,5 грамм. Жиры и белки представлены в малом количестве, примерно 0,2 и 0,7 грамма соответственно. Этот цитрус один из самых влагосодержащих фруктов на планете, идеальная находка для утоления жажды. Гриппфрут на 92% состоит из воды. В чем польза гриппфрута? Польза плодов гриппфрута для организма во многом связана с нарингином. Это вещество есть во всех цитрусовых, но гриппфрут содержит самое большое его количество. Его даже удалось использовать для производства лекарственных препаратов. Именно нарингин придает фрукту специфическую горчинку. Гриппфрут содержит примерно 78% суточной дозы витамина С. Гриппфрут, за счет содержания большого количества витаминов, способен снижать психическую усталость, противостоять утомляемости и негативному воздействию стрессовых ситуаций. Он активно борется с вредным холестерином, укрепляет сосуды, способствует нормализации кровообращения. Мякоть гриппфрута прекрасно борется с запорами, кровотечениями десен и нарушениями сна. Гриппфрут рекомендует употреблять в профилактических целях во время эпидемий ОРВИ и гриппа. Этот фрукт также защищает иммунную систему организма. Гриппфрут способствует похудению путем нормализации липидных процессов, улучшения функционирования печени, стимулирования желчегонного процесса. Антиоксидантные свойства фрукта замедляют старение тканей, помогают в качестве профилактики различных заболеваний хронического характера. Особенно заметно влияние гриппфрута на женщин в периоды беременности или климакса. В частности, он дает мягкий мочегонный эффект, способствующий устранению отеков. В состав этого фрукта входит ликопин, вещество, обладающее антиоксидантными свойствами. Ликопин предотвращает распространение раковых клеток. Активно гриппфрут применяется и в косметологии. Для ухода за кожей лица нужно наносить маски с добавлением сока или настоя гриппфрутовой цедры. Такое средство также укрепляет и питает кожу шеи. Еще его можно использовать, чтобы отбелить веснушки и пигментные пятна. Чтобы получить все полезные вещества, гриппфрут нужно есть с белыми пленочками, которые немного горчат, именно в них содержится большинство активных веществ. Полезные свойства этого фрукта очень ценятся спортсменами. Для здоровья мужчины гриппфрут подходит как нельзя лучше. Благодаря микроэлементам и витаминам, которые входят в состав продукта, применяют гриппфрут перед тренировками или после них, при бодибилдинге, а также при других занятиях спортом. Фрукт положительно влияет на мышечную массу, ускоряя ее рост, а также увеличивая скорость сжигания жиров. Гриппфрут очень фрукт, который часто используется для похудения, поэтому его включают в меню всевозможных диет. В чем вред гриппфрута? К сожалению, у этого вкусного и полезного фрукта немало противопоказаний. Главное из них, это то, что гриппфрут несовместим с большим количеством лекарственных препаратов, усиливает их действие или же, наоборот, нейтрализует. В частности, это препараты для снижения артериального давления, для лечения нарушений ритма сердца и другие. Поэтому, если вы принимаете лучше проконсультироваться у врача, можно ли вам полакомиться этими ароматными цитрусовыми. Гриппфрут – полезный продукт, но он не всем подходит, поэтому употреблять его нужно очень аккуратно. Гриппфрут может навредить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Особенно негативно воздействуют на органы желудочно-кишечного тракта гриппфруты, съеденные натощак. Кислота этого фрукта разрушает зубную эмаль. Следовательно, после каждого употребления цитруса нужно полоскать рот теплой водой. Не рекомендуется есть гриппфруты тем, кто страдает от повышенной кислотности желудка. При нефлите и гепатите этот фрукт тоже не стоит включать в рацион. Конечно, если у вас есть аллергия на цитрусовые, гриппфруты для вас под запретом, это сильный аллерген. Итак, можно сказать, что гриппфрут – это настоящий кладезь витаминов и множество полезных веществ, с помощью которых можно улучшить состояние здоровья, а при необходимости еще и скинуть пару лишних килограммов, совершенно не придерживаясь никаких диет и не ограничивая себя в еде. На этом у меня все. Желаю всем крепкого здоровья, не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки, дизлайки и комментировать. Всем спасибо, до новых встреч.